Эта история началась 19 листопада. На официальный сайт Гомельского облаканкама практически одночасово пришли сразу два звороты. Жахары микрорайона «Шведская горка» просили привезти им живую новогодню ёлку. Сейчас в этом, бадай, самым молодым микрорайоне города проживают около 13 тысяч человек, больше из которых молодцы и дети. Другое поведомление належало гомельшанину, который имеет дачный участок в Речицком районе. По дару Гомелю до Нового года ёлку. Древо выросло на уласном подворку. 19 ноября в этот же день поступило предложение на адрес электронной почты от жителя города Гомеля о том, что он может подарить городу Гомелю безвозмездно новогодню ёль, домашнюю, красивую, высокую, для последующей установки в районе, в одном из районов города Гомеля, либо в каком-то другом районе. Данная инициатива жителя города послужила решению положительного вопроса об установке новогодней ели в микрорайоне «Шведская горка». Дачный участок у посёлку Червоная Слобода семья Лагвененкау набыла 10 годов тому. Кажуть, что уже тады ёлка росла тут каля 15 годов. По великим рахунку посадить яе на присядибной территории было нелепшей идеей попередних господаров. Амаль 15-метровая древа забирала на участку практично усю вильгать. Увы, неку вырастить тут иншые культуры было непросто. Некий час ёлку выкарыстовывали подчас новогодних святов, але урэште вырэшэлі подарыць яе гамельшанам. Были случаи, гирлянды кидали, сын для своих детей, для внуков. У меня от двух сыновей девять внуков. Вот есть ещё одна голубая там, которую могут тоже наряжать, если захотят. Уже они наигрались. Внуки подрастают. Ну, я думаю, правильно всё мы сделали. За зелёной прыгажуні у посёлок Червоная Слобода Рэшэскага района накеровали семь работников державного предприемства «Гарсап» с усёй необходной техникой. Бадай, самым складаным оказалось трапец на дачный участок по невеликих сельских улицах. Небольшая проблема – это заезд на территорию, что надо вплотную подогнать крану, трал для погрузки. Поэтому расстояние зауженое, скажем так. Так, а так, как и в лесу, главное, чтобы был подъезд. Подъехали, отпилили, загрузили, повезли. Не депра сорок хвилин, древо привезли у гомельский микрорайон «Шведская горка», где для его подрыхтовали специальную плясовку. Ранее дарэши ёлку, тем больше живую, тут не ставили. Теперь она будет створать святочный настрой и радовать мясо выжихару свою прыгажостю. Правда, спотребится ещё неколький дзён, как упрыгожить древо. Олег Шанцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, Кампания Гомель.